Год, говорят, будет года в лошади, поэтому такое стихотворение, посвященное, ну не той синей лошади, а в принципе. Средь аномалий всевозможных есть эксклюзивная одна, и мне, поверитель безбожно, покоя не дает она. Ведь это ж правда аномально, когда здоровую кобылу всего лишь капли моментально, как пули на повал убила. А нам еще твердили в школе про этот ужас никотинный, и я грустил, чего же более, что век недолог лошадиный. Не все, однако, в жизни гладко, и наплевав на все приметы, моя знакомая лошадка взяла однажды сигарету. И поймавший кайф от никотина, как выпьет куриц, сволочь эта, и все жива еще, скотина. Спасибо. Ну, скоро начинается горнолыжный сезон, здесь очень много горнолыжников, поэтому стихотворение, посвященное горнолыжникам, всем, кто ломал руки и ноги в горах. А почему ломали? Потому что, а потому что вы все поймете. Горнолыжники коньяк называются. Ну, что же, в гипсе пить коньяк, весьма приятно, Ведь без него в горах никак, скажу, приватно. Он должен был тебе сказать, инструктор хренов, Не выпив в горы залезать, одни проблемы. Как только выпьешь коньяку, склон сразу глажа, И на спине, и на боку, но вы же даже. Ты с коньяком поймаешь драйв, летишь со свистом, снесешь. Какой же это кайф, сноубордиста. Забудь вербье, авариас, и через... Бери подарки, то бишь коньяк, и в этот раз нажди в Лизарке. Мы едем в Лизарку, франш, когда стажа. Спасибо. Такая восемь строк, посвященная Дню Валентина. Хочу признаться тебе, Зина, Любил я многих, знал успех, Но в день святого Валентина скажу тебе, Ты лучше всех. Вот и сейчас я в центре Ницы, Сижу один в кафе Шантан, Со мною сразу две девицы, Но обе, Зина, не фонтан, Особенно, когда раздеты. Так я и знаю. Ну и пусть, ты только жди, Наступит лето, Возможно, я к тебе вернусь. Трилогия о снах. Бабьи сны в России. На деле бабе только снилось, Что вся в цвету, что в уругвале, Уже орала и бесилась скотина без еды в сарае, И хулио, рукою твердой, Который больно бьет по ребрам, Пенющий в хлам, с небритой мордой, Ой, раньше в ванне был и добрым. О кошмарных снах. Я люблю тебя со стороны, Разорвав семейные оковы, Тьфу-тьфу-тьфу, Но стали сниться сны, Будто на тебе женился снова. О тяжелых снах. Нетяжелый сон смежил веки, Снится на горе свищут раки, Вспять текут сибирские реки, Зацветают черные маки, И зарплату мне снаглую мордой Снизил шеф мой Федор Степанович. Утром принял решение твердо, Не смотреть НТВ больше на ночь. О роли бороды в семейных взаимоотношениях. О, борода-то. Вот была б большая борода, А не так козлинная бородка, Не страшна бы мне была тогда, Пущенная в челюсть сковородка. Женщине, для вас писал стихотворение, А вас не трогают никак Ни божество, ни вдохновение, Ни джин, ни водка, ни коньяк. Называется «Робинзон». Замечательный автор из Питера, Я, к сожалению, не знаю, как его фамилия, Он подписывается, Юл, такой ник у него. На забытом, он написал такие строчки, А я порой беру. На забытом богом островке Время никого давно не лечит, Проплывет под лодка вдалеке, Не желая с Робинзоном встречи. Пятница, тринадцать, Вот в чем соль. Старые приколы Голливуда, Где же ты, прекрасная Ассоль? Забери его, скорее, отсюда. То есть он так связал на минуточку Робинзона и Ассоль. Возносит стихотворение. Парод называется «Робинзоне и искавший его Ассоль». Проплывал в подводке как-то раз, Перископ, подняв, лежу на берег, Был далек от мысли, Что сейчас я открою миру сто Америки. Но одну действительно открыл, Перископ, увидев Робинзона. Не один, а с пятницы он был, Неприлично издавая стоны. К перископу подозвал Ассоль, Заберем, смотри, какие муки. А она, превозмогая боль, Ни за что, пусть остается. Суперение ни о чем называется. Ну, действительно, ни о чем. Такой приемчик, Когда берутся строчки из известных стихов, Известных песен, И все это соединяется вместе. Огни и так много золотых, Перелопатив книжек груду, Я сочиняю этот стих, Украв по строчке отовсюду. Мой дядя самых честных, Брат, не подошло к размеру правил, Поэт, простите, об окра, И вас должно быть черт заставил. Не пострадает ваш роман, А где мне взять такую песню? И нафига козе баян, А с вашей строчкой интересней. Я встретил вас, и все былое, А может, даже и не вас. Пожалуй, тайну не раскрою, Во всяком случае сейчас, Не пробуждая воспоминаний. Пусть солнце льется прямо с крыш, Не ты объект моих желаний, И у киоска не стоишь. Когда весна придет, не знаю, Но свой имею интерес. Вот мчится тройка почтовая, Шумит сурово Брянский лес, Горят мартеновские печи, Точнее, больше не горят, И жмуры всякий раз под вечер Уныло с косами стоят. А вот еще недавно была Гимнастка наша, вот дела, Кого-то в рощу заманила, Кого-то в поле увела, Кого, да всем давно уж ясно, Пушист пригорш непогрешим, И верит сам вдвойне ужасно, Что он вообще незаменим. К тому же ветер ветку клонит, Русалка на ветвях сидит, Зажегся Марс на небосклоне, И вот уже три дня горит, Дымилась падая ракета С простым названием протон, Из уст того, кто видел это, Невольно вырывался стон. Отговорила роща золотая, Я буду долго гнать велосипед, Но в парк ушли последний трамвай, И я вам возвращаю ваш портрет. Бежит река в тумане тая, Бежит уже почти три дня, Любви хорошей мне хватает, С деньгами хуже у меня. Зато землянку в три наката, С молельной комнатой, беде, Хватило же ему зарплаты, Голова построил РЖД, А табуреткин... Это тоже его края лесов и рек, Где перевести, Где дышит все же не очень вольно человек. Враги сожгли родную хату, Пусть голова моя седа, Пахать за низкую зарплату Нас не заставишь никогда. По переулкам бродит лето, Огней так много золотых, И вряд ли я по всем приметам Смогу закончить этот стих. У лакоморья дуб зеленый, Как обгоревшая звезда, И облетают листья с клёна, Совсем не так, как поезда. Спасибо большое! Ну вот, попробуйте, это все не я, Это народные песни. Почти.